Привет, друзья! Снова с вами международный гроссминистр Роман Овечкин. Сегодня немножко расскажу про ноябрь, который будет очень напряженным, очень интересным. Уже 3-го числа стартуют первые партии женского чемпионата мира по шахматам, который будет проходить в Ханты-Мансийске. 64 сильнейших шахматисток, за исключением Хоуи и Фани, и, возможно, еще кого-то из китайской плеяды сильных женщин-шахматисток. Но турнир будет очень интересным по нокаут-системе. Не знаю, будет ли у меня возможность освещать его. Сейчас нахожусь на детском чемпионате Уральского федерального округа, и работы здесь очень много. Еле выкроил несколько минут для того, чтобы записать этот ролик. Но он продлится достаточно долго. Через неделю, 9-го числа, стартует чемпионат мира среди мужчин. Матч между Карлсоном и Каруаной. И помимо постоянных комментаторов, скажем, Сергея Шипова, тех журналистов, которым официально разрешено освещать этот матч, планируется, например, я сегодня прочитал на Фейсбуке, комментарии Владом Ткачевым в режиме реалити-шоу. Тоже нечто совершенно новое для шахмат. И, в общем, я буду внимательно следить за следующей информацией по этому поводу от Муртаса Кашгалеева. И, конечно же, непременно поделюсь с вами. Не исключено, что тоже одну-две партии прокомментирую в режиме онлайн. Но это будет видно. Многое будет зависеть не от меня. Ну, а сегодня я расскажу об одной из партий своих. Она игралась на Кубке России 5 июня 2003 года. Белыми играл молодой, очень перспективный шахматист из Междуреченской Николай Показаниев. Шахматист, который в свое время с результатом 9 из 9 выиграл чемпионат России в своем возрасте, до 16, если не ошибаюсь, лет, или до 18. Но, тем не менее, это были 90-е годы. Поддержки у Российской шахматной федерации не нашел. И, ну, стал в дальнейшем международным мастером. Но, по-моему, гроссмейстером так и не стал. Шахматист очень неплохой. А партию я выбрал почему? Дело в том, что вариант Е5, закрытый вариант защиты каракан. По защите каракан, как вы знаете, у меня сейчас проходит тренинг. И через 10 дней, 12, 11 или 12 ноября, у меня начнется тренинг по... Очередной этап тренинга, именно посвященный закрытой системе. То есть, там будет рассмотрен, конечно же, вариант Хенкина, который я никогда черными не играл. Но материал я уже немножко собрал. Я считал вариант совершенно некорректным. Тут, на Олимпиаде, с большим удивлением для себя, я обнаружил, что вариант очень даже ничего. То есть, есть там у белых серьезные проблемы по получению перевеса. Ну, я-то всю жизнь играл слон Ф5, и в партии против Николая Показанева тоже сыграл слон Ф5. В этой позиции у белых имеется огромное количество ходов, начиная от самого безобидного хода слон Д3, которого, конечно же, боевой Николай Показанев не сделал. Есть ход Х4, в свое время применявшийся Талем в матче против Ботвинника. Ж4, тоже достаточно интересное решение. Ход Ж4 возродил на достаточно высоком уровне в гроссмейстерском, гроссмейстер Александр Морозевич, выиграв пару партий вот в таком варианте. Есть ходы более современные. Тихий ход конь Ф3, наиболее популярный на данный момент. Длительное время слон Е3 ставил очень большие проблемы перед черными. Есть ход конь Д2, С3. Видите, какой огромный багаж знаний требуется только для того, чтобы играть всего лишь одну закрытую систему в защите каракан. Ну и, конечно же, ход, который сделал мой противник. Очень острый ход. Считался одним из наиболее энергичных возражений на защиту каракан. Идея хода в том, чтобы после Е6 пойти Ж4 и на слон Ж6 ответить конь Е2. Идея белых поставить коня на Е4, сыграть Х4. И после того, как черные ослабятся, скажем, ходом Х6, взять на Ж6, полностью испортив пешечную структуру черных. Ну или, скажем, если черные сейчас пойдут Х5, то после коней Ф4 у них огромные проблемы. Висит на Х5, угрожает взятие на Ж6. Основным продолжением в этой позиции является ход С5. Безусловно, сильнейшее продолжение тоже обросло теорией. Сейчас, в данный момент, считается, что здесь у черных полный порядок. И вроде как даже ясно, что куда ставить. Но с ходом С5 я познакомлю вас на тренинге. Мне очень нравилась идея, которую постоянно отстаивал в своих партиях некогда мурманский, а ныне санкт-петербургский шахматист Денис Евсеев. Ф7, Ф6. Черные готовят норку для слона. Неплохо звучит на Ф7. И борются с центром Е5 и Д4. То есть, все, кто играл когда-либо закрытые варианты французской защиты или защиты каракан, знают, что черные должны либо С5, либо Ф6, в общем, с белым центром, обязательно бороться. Тоже в этой позиции у белых масса продолжения. Основным считается ход Конь Ф4. Но мой противник сыграл Х4. Тоже достаточно неприятный для черных ход. И на ФЕ ответил Х5. Перестановки ходов могло привести ДЕ, Конь Д7, Ф4, ФБ6. Все равно без Х5 здесь белым не обойтись. А вот, но с другой стороны, после Х5, слон Ф7, ДЕ, у черных вместо хода Конь Д7 была интересная возможность С6, С5. С идеей поставить Коня на С6, где тот расположен вроде бы лучше. Впрочем, идея как раз Гроссмейстера Евсеева была именно в том, чтобы поставить этого Коня на Д7, вывести Херзя на Б6. И теперь Конь Ж8 собирается отправиться на поле С6. Конь Ж8, Е7, С5, Конь С6. В какой-то момент черные планируют подорвать центр белых ходом Ж7, Ж5. Ну, у Дениса есть немало, там, несколько, просто, на мой взгляд, печатных партий по этому варианту. Поэтому, если кто-то заинтересовался, обязательно посмотрите. Я продолжу. Значит, мой противник сыграл здесь слон Ж2. Ну, если вот Конь Д4, то как раз С5, Конь Ф3, Конь Е7. На Конь Ж5 черный слон спрячется еще дальше. Потом Конь Ж5 мы сгоним. Длинная аркировка неизбежна. И, в общем-то, черным не на что жаловаться. Хотя, конечно, положение слона на Ж8 больше напоминает, в данном случае, шахматы Фишера. После слон Ж2 у черных был очень интересный ответ Конь Х6 с идеей не допустить хода Ж5. На что последует Конь Ф5, где Конь на Ф5 расположен великолепно, лезет при случае на Е3. Пока что у белых висит пешка Ж4, надо ходить слон Ф3 обязательно. И после длинной аркировки видно, что у черных прекрасное развитие. И, как минимум, неплохая контр-игра. О большем пока что говорить, наверное, рано. Но видно, что у черных здесь все неплохо. Белый король застрял в центре. Но я сделал сразу длинную аркировку. И у белых была интересная возможность Ферзь Д4. И после С5 возникает очень сложная и неясная игра, как в случае Коня Х6. Так и после Конь Е7. У каждой из сторон есть свои козыри. Черные хотят пойти ладья Ф8, прицеливаясь к пешкам Ф4 и Е5. И при случае захватить пространство ходом Д4. После Ж5 мне казалось, что у черных уже отличная игра. Конь идет на Ф5. При случае на Е3. Ну, ход А4 был очень даже неплохой. Ферзь согнан с поля Б6. На Е3 черный Конь не попал. А с поля Ф5 его вполне могут на поле Ф5 разменять. Здесь была интересная возможность А6. Тоже совершенно неясная игра возникает. Как бы черные не отреагировали. Ну, В5 или В6. Очень сложная для оценки позиция возникает. С одной стороны, черные опередили в развитии. С другой стороны, они рискуют погибнуть от удушья в собственном лагере. Очень мало у них пространства жизненного. Слон Ф7, которого мы спасли от разменов. В общем-то, в данный момент просто плачет. Ну, Николай тоже сыграл очень интересно. Конь Д4. Теперь меняться на Д4 мне не хотелось. Развили белого ферзя. При случае белый слон выйдет на А3. А вот размены на Ф5 черные не боятся. Потому что слон Ф7 в этом случае становится потенциально живым. Поэтому последовало слон Б4. И теперь совершенно понятно, что хотят здесь... Ой-ой-ой. Извините. Теперь совершенно понятно, что хотят здесь черные. Так, я прошу прощения. Тут нахожусь в гостинице. И интернет сказал, что он на сегодня отключен. То есть, вот это окно вы видели. Ничего страшного. Я его обязательно подключу и ролик выложу. После слона... В общем, после ЕФ у черных совершенно ясный план переброски коня на Е4. Также у них есть идея где-то провести Д4, оживляя слона Ф7. И белый король, что он на королевском фланге, что в центре, может оказаться вполне уязвим. На ферзевом фланге из-за пешки опять ему тоже вряд ли удастся побыть в безопасности. И, в общем-то, у черных отличная контр-игра. Но здесь, конечно, черные обязаны были сразу же играть в Д4. С очень сложной, неясной позицией. Вы уж извините, что я все время говорю, что неясно. Но действительно так оно и есть. Несмотря на то, что современные программы сейчас намного мощнее, чем те, которыми я пользовался, когда первый раз комментировал эту партию 15 лет назад. В общем, ясности добиться не удалось. То есть, я при подготовке все перепроверял. Я проверял, какие-то варианты подкорректировал, но ясности нет. Действительно очень сложная игра. Я сыграл, как мне казалось, очень логично. Ладья Аш, Е8. С идеей, при случае, конь бьет Е5. Белый король застрял на Е1. И пора организовать ему встречу с тяжелыми фигурами черных. Конь Е2. Конечно же, здесь черным нет смысла, никакого смысла менять слонов. И слон ушел на Е8. Угроза конь бьет Е5 по-прежнему висит над белыми. Но у них был очень мощный ход. Здесь ладья Аш, 3. После чего, например, сток Фиш, 9. Ну, правда, на небольшой глубине, относительно. Но дает белым... Ставит белым плюсик. Некоторые. Конь бьет Е5 теперь не опасно. С другой стороны, черные могут переключиться на проведение плана конь С5, Е4. И в дальнейшем С5, Д4 и оживлением слона Ф7. То есть, предстояла очень сложная, интересная и достаточно нешаблонная борьба. А после слона Е3 у черных нашелся очень сильный удар Д4. Брать эту пешку белые не имели права. Им стоило уйти слон Ф2. Ну, и здесь после конь С5 черный слон угрожает выскочить на С4. После чего Д3 может привести к появлению на Д3 черного коня. Также этот конь, как мы видим, планирует попасть на Е4. А слон, помимо того, что рвется, помочь в проведении Д4-Д3, держит под прицелом пешку Х5, не позволяя белым просто рокировать в короткую сторону. Но после ферзь бьет Д4, белым еще хуже. Конь бьет Е5, висит белый ферзь. Они обязаны бить на А7. Конь С4, висит белый слон, провисл конь. И вместо защищенной проходной теперь у белых, которая была на Е5, у белых теперь по линии Е серьезная проблема. То есть все фигуры подвисли. То, что у черных здесь не хватает пешки, я, если честно, заметил только сейчас. Не тогда, когда я играл в партию, не когда я ее несколько раз уже комментировал, я на это даже не обратил никакого внимания. И, может быть, поэтому в ответ на ладья Х3, код ферзь Б8 сделал без особых колебаний. Если бы я считал, что у меня не хватает пешки, я бы, возможно, поднял более сильное продолжение слон бьет Х5. С достаточно быстрой победой. Ну и после ферзь Б8 белым очень тяжело. Им требовалось перейти, конечно же, в Эншпель, спасти слона. Но вот здесь белая ладья А1, белый слон С1 в игре не участвуют. И у черных не то, что полнейшая компенсация за пешку. У них близкая к выигранной позиции. Слишком много угроз нависло под центральным линиям. Начиная с элементарного КНЕ3. С дальнейшим слон С4. В партии же последовало А6. И тут я наконец-то заметил, что можно взять пешку Х5. На ладья бьет Х5, черные возьмут на Е3 ладьей с угрозой ладья Д8, Д2. В общем-то, ну и с угрозой еще ферзь бьет А7, конечно. В общем, белым пришлось менять ферзей. И несмотря на то, что ладья у них проникла в обжорный ряд, она расположена там неустойчиво. А вот фигуры слон Е3, конь Е2 провисают. Да и ладья на А7 тоже висит. То есть слон Е3 не может никуда двинуться, потому что висит конь на Е2. Приходится играть, слон бьет С6. И дальше следует форсированный вариант. Бить на Е8 нельзя хотя бы из-за... Огромное количество выигрывающих ходов. Проще всего, наверное, конь бьет С2 шах, потом ладья бьет Е8 с нападением на Е2. И на ладья бьет А5, король бьет А7 с лишней фигурой. А после ладья А8 шах, последовало король С7. Белые забрали ладью на Е8. Ну, тот же самый удар, конь бьет С2 шах, оставляя черных с лишней фигурой. Впрочем, здесь еще в короле Ф2 сохраняло сопротивление, виноват. Здесь две фигуры за ладью, но позиция должна быть выигранной, потому что пешка Б никуда не идет, а пешка Ф4 должна потеряться. Слоны и ладья совершенно не взаимодействуют, хоть и находятся достаточно близко друг к другу. У белых отличная шанс вообще попасть под матовую атаку двух слонов и коня, и пешки Ф. То есть, позиция должна быть выигранная. Но ход король Ф1, конечно же, существенно облегчил черным реализацию. После слон бьет Е2, белые сдались. Так как на король бьет Е2, черные возьмут ладью на А8. Сразу или после предварительного конь Д4 шаг, оставаясь с лишней фигурой. Так как у белых еще висит слон Е8. Так, еще раз напоминаю, что у меня не с этого, а со следующего понедельника, не с ближайшего, а со следующего понедельника стартует тренинг. То есть, очередной этап с 12 ноября по закрытому варианту защиты каракан. Записывайтесь. Кто желает записаться, у меня есть пара видео на тему тренингов. Ну и, конечно же, я еще анонс, конечно же, выложу. Спасибо за внимание. С вами был Международный гроссмейст Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и так далее.